Тигровая каллиграфия, так называется персональная выставка известного художника Абдукарима Иссы, которая была организована в эти праздничные дни в Государственном музее искусств имени Костиева. На ней были представлены более 60 картин. Почему тигр, расскажет Алма Уразбаева. Тигры мчались и мчались так быстро, что воздух свистел, сознание уходило вглубь, словно боялась спугнуть художника, пребывавшего в сладкой полудрёме. Когда они приблизились, Абдукарим проснулся. Над диваном висел ковёр с изображением тигров. Висел давно. Впервые за много лет он стал внимательно разглядывать рисунок. И вдруг почувствовал силу этих животных. Не успел перенести свой сон на полотно, как ценители искусства из Франции сразу выкупили его. Это очень сильные животные. Соседник – это хранитель. Изображается очень трудно, потому что сам художник окончательно не знает, что он будет делать. Это было в далёких 90-х. Картины с тиграми рождались одна за другой. Вот они агрессивные, а вот ласковые. Порой их и вовсе не было видно. Растворялись в абстракции. Но их дух пронизывал полотна, проявлялся в азиатских орнаментах, буддийских и шаманических мотивах. И так 20 лет подряд за это время Абдукарим Иса создал свою технику тигровой каллиграфии. Это не было привычным для всех искусством красивого письма. Это была экспрессивная импровизация. Представьте себе, тигр – очень мощный сам по себе знак, очень мощный зверь, который забирает очень много энергии. Я всё время думал, кто кого – или художник тигра, или тигр художника. В конце концов, тигр взял верх над художником. Но художник не отступил. Не отступил, и он находит новый путь. Художника сразил инсульт, но болезнь не помешала Абдукариму творить. Просто у него в жизни начался новый этап, не менее яркий и плодовитый. А это персональная выставка в музее имени Костеева, весь его внутренний мир. Его философия с тиграми и без них. Масло, тушь, акрил, акварель и техники разные. Каждая работа – это состояние души. И в каждой из них – великая сила творца, создателя, в копилке которого не только энергия тигров. У Абдукарима ещё много наград – казахстанских, зарубежных. Но главное – природный талант.